В Сибири зима, время особое. Короток день, длинные вечера. Погода суровая и совершенно непредсказуемая. Степной ветер пронизывает простор. Деревья и кустарники принарядились в кружева и зыния. Немые свидетели событий далеких лет, как стены стоят вдоль дороги. Той, по которой сто лет назад шли в эти края первопроходцы. Люди, коренным образом изменившие жизнь этих мест. Благодаря им малозаселенные прежде степи стали житницей южного края. 80 лет назад на карте Омской области появился Таврический район. Сегодня здесь высятся десятки заводских труб. По сверкающим рельсам проходят товарные поезда. Местная продукция славится на всю область. А имена спортсменов и ремесленников, что родились и выросли на этой земле, известны далеко за пределами региона. Но обо всем по порядку. Это сейчас на территории Таврического района сплошь и рядом березовые колки. А еще 200 лет назад здесь были голые степи. Безграничные и мистически притягательные они манили своими просторами казахских кочевников. Именно они, аборигены степей, стали первыми поселенцами этих мест. Поселение, которое было на нашей территории, называлось Мирман-Кудук. Здесь жили казахи, они вели кочевой образ жизни, разводили большие стада овец, лошадей, коров. И приезжали зимой на эту стоянку, чтобы пережить эту сибирскую холодную зиму. Заселение этого края началось в 18 веке. Тогда безземельные крестьяне из центральной и южной части Украины стали приезжать сюда, в суровый сибирский край. Но массовый характер это движение получило лишь в начале 20 века, во времена Столыпинских реформ. Тавричанка – это Украина. У нашего известного поэта Константина Афанасьевича Рябинина, имя его носит библиотека, есть такие слова «А вокруг хаты из глины, будто вывезены с Украины». Замечательно сказано. Крымский полуостров – это Таврия. И переселенцы были из Крыма, что долго голову морочить. И назвали Таврическое, все не из Таврической губернии. Так на карте появился нынешний районный центр. Борис Сеченов – местный краевед, всю жизнь занимался изучением истории родного края. На эту тему написал два десятка книг. Работая с государственными архивами, обнаружил интересный факт. Оказывается, Таврический район был образован еще в сентябре 1924 года. Но затем его почему-то расформировали. Прошло 11 лет, прежде чем он снова появился на карте. 66 сел, которые входили в 10 сельских советов уже. 10 сельских советов. На территории района, на период образования, жило 23 тысячи. И ровно десятая часть, 2300, жили в Тавричанке. Так как деревья здесь раньше практически не росли, первопоселенцы рыли землянки. Сооружали себе дома из пластов дерна и глины. Этим строением больше полувека. Но они неплохо сохранились. Исторические памятники на фоне современных зданий заметно выделяются. Старожилам они напоминают о далеком прошлом. Окунуться в которое можно, побывав в местном краеведческом музее. Прялка. Я помню, мама, царство небесное, ей прялась всегда на прялке. И помню, икона была, висела. И мы сами, она учила меня и кружево вязать, и вышивать. И мы всегда украшали эту божью икону такими полотенцами, как. Ну и я вот вижу здесь каталки, которыми делали лапшу и прочее. И гладили белье, наматывали. И я вижу эти горшки, вижу утюги. Сейчас включил электрическое все, а тогда надо было на печке греть, то ложить что-нибудь в них. И что характерно, я запомнила вот эти все заборчики, которые делались из веточек, вот из таких. И знаю, что когда мама придет, было, горшки помыла, я говорю, помыла. Она забор поодевала, вынесла на улицу. Я говорю, конечно, вынесла, пусть проветривается, коровка придет, подоем, процедим, поналиваем, поставим погреб. Тогда и холодильника уже не было. И Валентине Локтионовой в девичестве Сидоренко эти предметы быта хорошо знакомы. Ее родители, одни из первых переселенцев, приехали большой семьей в Сибирь. Валентина родилась уже здесь. Воспоминания о детстве на всю жизнь врезались в память. Раньше не было так, чтобы там салаты, а вот тесель варили, ягоды. Вот этой самой новой тавричанки в деревне, вот все вспоминается, там костянка была, ягоды были, грибы. Ну вот, сушили, сушили ягодки, потом пироги. В русской печке пироги пекли не сейчас, как, допустим, в масле жарят, а вот именно вот такие сухие пироги с морковью, с ягодками. Суровый край, который поначалу пугал переселенцев, стал для них родным домом. Здесь они обрели не только заветные земли, но и создали новые семьи. Здесь у них появились дети и внуки. Те, кто сегодня по праву носят гордое имя – сибиряки. Те, кто никогда не бывал в Сибири, считают этот обширный географический регион краем вечной мерзлоты. Это справедливо, но только в отношении северной части. Южная же всегда была землей благодатной, капризной, но щедрой на урожай. Неудивительно, что сельское хозяйство – основная отрасль экономики Таврического района. Упор здесь сделан на растеневодство. Большая часть земель отведена под выращивание зерновых. Наш Таврический район действительно является житницей Омской области. В сельскохозяйственном производстве за последнее время достигнуты определенные положительные результаты. Так, в 2013 году было произведено в районе 280 тысяч тонн зерна. А это без мало 10% от общего объема зерновых, собранных в области в 2013 году. В прошлом году, несмотря на неблагоприятную погоду, товарищанцам удалось сохранить ведущие позиции. За крома засыпали безмало 220 тысяч тонн хлеба. В достатке заготовили и кормов – 32 единицы на условную голову. Молочное животноводство – еще одно направление, которое сейчас активно развивают в районе. Мы произвели более 36 тысяч тонн молока. Это больше, чем на 2800 к уровню предыдущего года. Надоели впервые в нашем районе 4600 килограмм на одну фуражную корову. Это более, чем на 520 килограмм к уровню 2013 года. То есть показатели такие нас радуют. И я думаю, сельскостовые производители нашего района могут, хотят и умеют работать. И мы в этом направлении будем продолжать. В середине января этого года в селе Луговое открыли современный доильный зал. На важном для района событии присутствовал губернатор Виктор Назаров. Глава региона подчеркнул – за такими технологиями будущее омского животноводства. Новейшее оборудование позволяет не только получать молоко высокого качества, но и полностью контролировать все процессы, исключая возможность человеческих ошибок. Еще одно крупное производство было запущено в сентябре прошлого года. Уникальный завод, который сможет перерабатывать все масличные культуры, что выращивают в Западной Сибири. В год где-то около 140-150 тысяч тонн мы будем перерабатывать масло-сырье, подсолнечник, рапс, соя. На выходе это будет 50 тысяч тонн масла. И столько же шрота – высокобелкового корма для животных. До открытия предприятия его приходилось завозить из других регионов. Теперь потребность в этом отпала. Наряду с крупными инвестиционными проектами развиваются и небольшие предприятия переработки. Наталья Гребень уже несколько лет занимается изготовлением полуфабрикатов. Сырье для них закупают на крестьянских подворьях и местном мясокомбинате. Местные предприниматели у нас берут продукцию. Берут продукцию нашу в детские сады, берут в школы, берут, приезжают сюда, к родителям приезжают, даже с Омска приезжают, приезжают с Казахстана. Очень нравятся наши манты, голубцы, потому что это вся ручная работа. Девочки трудятся от души, как бы специи, все-все это у нас есть для производства, вкладывают душу в свою продукцию. Развивается в районе и птицеводческая отрасль. На территории разорившейся в 90-е годы крупной птицефабрики сегодня вновь организовано производство. Правда, теперь здесь выращивают не куриц, а индейку. Как ни крути, а эта птица хороша со всех сторон, уверен директор Павел Костюков. Несмотря на то, что индейка дороже курятины, потребность не растет. Она ценится как диетическое мясо, поэтому входит в рацион спортсменов. То, что сегодня как бы там санкции и все остальные вещи, то, что происходит, у нас вот, пожалуйста, есть, что производить, есть, что кушать, и проблем с питанием у нас нету точно. Есть в Таврическом районе и своя кондитерская фабрика. Одна из крупнейших в области. Продукцию этого предприятия любят не только омские сладкоежки, но и соседи из других регионов. Основа для производства печенья и других сладостей из теста – мука. А производят ее из зерна, которое выращено на Таврической земле – золотой житнице Омской области. Им под силу познать и щедрость камня, и душу металла. Подчинить самые твердые породы дерева. Перенести на холст или лист бумаги всю красоту родных мест. Краем мастеров по праву считается Таврический район. На этой благостной земле сегодня живут и трудятся более ста самобытных мастеров. Ремесленников, живописцев, вышивальщиц, уже известных и только начинающих свой творческий путь. Природа щедро наградила этот край красотами. Березовыми колками, излучинами и крутыми берегами. Многие считают, что именно это и вдохновляет живущих здесь людей на творчество. Александр Костогрыс – известный мастер-берестянщик. Его знают в районе, в области, да и в столице. Мастер занимается чеканкой, резьбой по дереву, рисует, но больше всего любит изготавливать изделия из бересты. Этот природный материал в народной медицине считается целебным. Ну, поэтому мы начали делать такие браслетики, как бы на руку делаются. Рука там перетрудился, бывает, потянулся. Ну, делаешь такой браслетик, ну, хотя бы простая береста. Вот одеваешь ее на руку, ну, и носишь там. Ну, она как бы боль снимает вроде, ну, оттягивает так боль. Потом вот делаем такие вот кепки бывают, тюбетейки. Этому ремеслу Александр Филиппович обучает и местных мальчишек. Пошел по стопам деда внук Андрей. Парень мечтает стать известным мастером, чтобы дедушка им гордился. Как гордятся внуки этими бабушками. Женщины, выйдя на пенсию, нашли себе занятие по душе. Занимаются рукоделием. В каждый стежок они вкладывают любовь к родной земле. Восемь лет работает при Таврическом музее кружок «Русский шов». Более 60 вышитых картин в домашней коллекции «Любови с жарой». На полотнах необычайной красоты, пейзажи, цветы, птицы, животные. Без этого увлечения, признается женщина, она уже не может прожить и дня. Время летит, только не успеваешь замечать. Дни мелькают, года, недель. Потому что ты занят, увлечен. И от души это все тебе, вот именно, что ты хочешь этим заниматься. Тебе требуют, как бы, даже не то, что твоя душа, а организм, наверное, весь твой требуют. Татьяна Петровна «Китай-гора» с детства хорошо рисовала. Но только выйдя на пенсию, решила всерьез заняться живописью. Врала уроки у известного художника Виктора Лотца. Успех пришел быстро. Сегодня Татьяна «Китай-гора» – местная знаменитость. В творческой копилке более 200 картин, написанных маслом. На недавно проходившей областной выставке «Краски слов» она стала лауреатом. Сразу три ее работы были признаны лучшими. В этом году свою персональную выставку «Наедине с собой» Татьяна Петровна посвящает 80-летию района. Самое большое признание – это, как бы, говорить, что картины, вот, на суд людей, как бы, выставленные. И самая благодарность, вот, что люди приходят и говорят спасибо. За ваш такой творческий труд. Вот это самое основное для меня. Очень здорово, что на нашей Таврической земле живут именно такие люди, как Татьяна Петровна. Потому что есть возможность прийти и окунуться вот в этот замечательный, яркий, светлый мир знакомого для тебя человека. Родом Татьяна Петровна из Ленинградской области. Приехала в Таврический район в 1974 году. Сибирь поразила ее своей природной красотой. Стала источником вдохновения. Когда мне на душе и горестно, и бывает, когда радостно, я сажусь за мольберт. И начинаю, мысли мои, как бы, уходят в картину. И я вся в картине, в творчестве. Этим, наверное, я и живу. И буду, наверное, так же и продолжать жить. Таврические мастера освоили практически все направления прикладного творчества. От оригами, японской техники бумажного плетения до ковки металла. Молодого мастера Алексея Шухлова привлекает городецкая роспись. Парень с детства был ею увлечен. Алексей занимается любимым делом в свободное время. В основном по вечерам, а то и ночью. Без настроения, говорит Алексей, за работу садиться не стоит. Ничего не получится. Игривые кони, забавные птички, растения и деревья, орнаменты – эти сюжеты характерны для городецкой росписи. Цвета используются разные – от белого до черного. Почерк таврического умельца уже отличается от работ других мастеров. Он не использует трафареты, а наносит рисунок сразу на поверхность. Этим талантом обладает далеко не каждый. Это просто бескрайнее поле для творчества. Просто бескрайнее. Я, допустим, сейчас только в начале пути. Свои работы – разделочные доски, панно, табуреточки – Алексей дарит родным, знакомым и ребятишкам местного детского сада. Из остатков древесины сделал малышам развивающее домино. Себя называет начинающим мастером. И как любой творческий человек мечтает о своей персональной выставке. Для выставки нужно серьезно подготовиться и проработать много эскизов, много перелопатить всего в этой отрасли, ну и выдать результат, что не стыдно будет самому прийти и посмотреть на свои работы, висящие где-то на стене. В перерывах между этим занятием Алексей берет в руки гитару. Романцы для него – еще одно любимое увлечение. Талантливый человек талантлив во всем. Романцы для него – еще одно любимое увлечение. Таврический район – один из немногих в области, где сохранились не только старые предприятия, но в последние годы появились и новые. Причем в очень важной для России отрасли – сельхозмашиностроение. Экспериментальному механическому заводу в этом году исполнится 37 лет. Сегодня предприятие переживает свое третье рождение. Каждый этап в корне менял специфику производства. Поначалу здесь выпускали оборудование для российских птицефабрик. От заказов отбоя не было. Самая скороспелая отрасль сельского хозяйства, вплоть до перестройки, была ведущей в аграрном секторе. Выжить предприятию в 90-е годы помогло сотрудничество с СИП-заводом. 40% комплектующих знаменитой сейлки «Амичка» изготавливали в Таврическом. Этот богатый опыт не прошел бесследно. Он позволил предприятию освоить новое направление – выпуск котлов пиролизного типа. Диапазон их применения очень велик – от обогрева домов, дач до больших производственных помещений. Древесина – основной вид топлива. Разлагается под воздействием высоких температур. Выделяется газ – источник тепла. 30 кг дров в сутки достаточно, чтобы обогреть помещение в 100 квадратных метров. Но специалисты конструкторского бюро сегодня разрабатывают еще более экономичную модель. Специально для жителей села. Одной из рекомендаций Министерства сельского хозяйства – освоить пиролизный котел, который будет топиться уже на прессованной соломе. Для жителей сельских районов, для фермеров, для акционерных общих, которые много имеют соломы, девать не всегда знают куда. От Благовещенска до Москвы и южных регионов России известны таврические пиролизные котлы. А вот соседи этого предприятия, тоже сельхозмашиностроители, пошли дальше. За рубеж в Монголию в минувшем году отправили партию своих сейлок. Внешне эта модель ничем не отличается от знаменитой на всю Россию амички. Но местные конструкторы уверяют, что их разработки сделали сейлку более долговечной. Этот небольшой завод – самое молодое предприятие на таврической земле. Но за два года они смогли добиться многого. Цель предприятия была, чтобы весь цикл металлообработки был в замкнутом цикле на нашей территории. То есть если есть возможность сделать 100 сейлок, но при этом надо размещать запчасти, но мы делаем 50 сейлок сейчас в месяц, но все на своей территории. То есть задача предприятия стоит такая. И с этой задачей коллектив справился. В декабре освоили выпуск «Последние детали». Раньше ее приходилось заказывать партнерам. В этом году наметили для себя новые рубежи изготовить тысячную сейлку. Эти машины по-прежнему востребованы в России. Не каждому сельхозпредприятию по карману зарубежные пассивные комплексы. В кризис цены на них заоблачные. На фоне этом российский производитель, я думаю, должен быть только в плюсе. В планах предприятия – освоить выпуск почвообрабатывающей техники. Расширение производства – это новые рабочие места и дополнительные отчисления в местный бюджет. А также вклад таврических машиностроителей в развитие сельскохозяйственного района, который по праву носит имя золотой житницы региона. В репертуаре В репертуаре таврического ансамбля «Звонница» много русских народных песен. Часть из них дошла до наших дней благодаря специалистам Центра национальной русской культуры, которые бережно относятся к наследию предков. Мы устраиваем экспедиции небольшие по селам таврического района. Записываем различные старинные песни на диктофон. Если понравится песня, разучивают. И костюмы шьют к выступлению. Наряды казаков отличаются от других русских. Школьникам интересно бывать на экскурсии в Центре национальной культуры. Здесь под одной крышей уживаются представители разных народов, населяющих Таврический район. Немецкий ансамбль побывал с концертами на своей исторической родине. Хореография современных танцев сильно отличается от традиционной. Там такие танцы не танцуют. Это то, что от других народов пришло, от русских, от каких-то других народов. Какие-то элементы перешли уже и в немецкие танцы. В Германии были удивлены, что таврические артисты сохранили напев и слова песни о девушке Марианне, которую пели еще прапрабабушки в 17 веке. Хотя, отмечает руководитель Центра Татьяна Ларькова, чисто немецкие семьи встречаются на таврической земле редко. В основном здесь смешанные браки. Исключение составляют казахские семьи. Здесь все строго. Каждый в ауле знает предков до седьмого колена. А в сундуках хранятся наряды, которые надевают местные красавицы, отмечая мусульманские праздники. Песня. Песня. Говорят, есть такой бог песни. И, наверное, этот бог песни летает над землей. И вот, наверное, над аулами казахскими отпускался сильно низко. Это такое поверье есть. И поэтому казахи с рождения очень певучие. Амаржан Буланова в ауле Кейнбай называют местным соловьем. За всю историю поселения она единственная, кто выступает на профессиональной сцене, заканчивая Алма-Атинскую консерваторию. Ее мама Валентина Хамедовна рассказывает, девочка с детства была певуньей. В пять лет родители отвели ее в клуб, где местная детвора постигала азы вокала и хореографии. Здесь так принято. Петь, танцевать, играть на домре учатся с малых лет. В ауле сто дворов, пятьсот жителей, из них больше сотни детей. И все они поют, танцуют, участвуют в концертах, которые устраивают в клубе по праздникам. Здесь проходят и концерты, и юбилеи, и, как сказать, ну все, что может радовать людей, и собирать людей вместе радовать. Вот это здесь проходят, все мероприятия здесь. Самодеятельные артисты всех 11 поселений сейчас готовятся к большому празднику – 80-летнему юбилею своего района. Он пройдет в июне, когда хозяйство завершат сев на земле, которую по праву называют «золотой житницей региона». Сегодня в Таврическом районе проживает 36 тысяч человек. Среди них есть те, кто благодаря своим талантам прославился на всю Россию. Хлеборобы, переработчики, учителя и, конечно, спортсмены. Сегодня наши молодые спортсмены, молодое поколение, продолжая традиции наших спортсменов, также прославляют наш Таврический район, занимают первые места не только в районе, но и далеко за пределами нашей Омской области и даже за рубежом. Это и Андрющенко, это и Апилендер, наши ребята, которые совсем недавно привезли большие, высокие награды. Да и сам район неоднократно отмечали на областном и федеральном уровне. В прошлом году на выставке «Золотая осень» тавричанцы получили медаль высшей пробы за развитие сельских территорий. Район признали лучшим в России по социальному обустройству населенных пунктов. Здесь и сегодня продолжается строительство дорог, газификация деревень. Все важные события освещают корреспонденты местной газеты. Сегодня таврические новости выходят тиражом 5000 экземпляров. Вот если учесть, что в нашем районе проживает немногим более 36 тысяч человек, и в каждой среднестатистической, так скажем, семья состоит из трех человек, то есть получается 12 тысяч семей проживает в районе и читают 5000 жителей. То есть каждая третья семья получает районную газету систематически. А эти лица знакомы всем жителям района. Корреспонденты таврического филиала 12 канала каждый вечер рассказывают о последних событиях края. Отмечают, проблем с нехваткой новостей не бывает. Район постоянно развивается. А значит, есть о чем рассказывать и чем гордиться. Золотая житница региона оправдывает свое название. Хотел бы всех поздравить с 80-летием нашего района, пожелать плодотворной работы всем на благо нашего Таврического района. И всего хорошего.